Смородина Смородина Это вести куст в двулетнем режиме, как малину То есть ветка от водоносила, ее нужно вырезать Это молодой кустик смородины Он у меня был посажен в прошлом году И вот так он уже развился, разветвился И превратился в достаточно мощный, красивый, здоровый куст смородины И я сейчас хочу его вырезать именно по этому методу И давайте мы вместе с вами это сделаем А на следующий год посмотрим, как он будет развиваться И какой урожай на нем вырастет Сейчас я вырежу ветки, которые уже в этом году давали свой урожай И оставлю только те ветки, которые молодые То есть ветки этого года На следующий год на них вырастет ягодка После плодоношения я их опять вырежу Оставив лишь те ветки, которые вырастут в следующем году молодые Иногда я слышу такое, что я не знаю, какую ветку вырезать, какую оставить Как отличить, эта ветка прошлого года или эта ветка молодая, выросла только нынче Отличить очень просто, они отличаются по цвету Ветки молодые этого года, они такие бежевого цвета, зеленоватые немножко И еще не одревесневшие и такой коры настоящей, как у деревьев, как у старых веток На них еще нет, поэтому здесь ошибиться сложно Вот эти веточки светло-бежевого цвета, это молодые ветки А вот эта ветка коричневая с корой, это ветка прошлогодняя И вот как раз ее я всю и отрезаю Удобно это делать с секатором, с траповым механизмом Потому что он легко отрезает толстые ветки в диаметре до 3 см Вот что у нас получилось Я отрезала прошлогодние всего лишь 4 ветки Конечно, они уже успели обрасти этого года побегами И вот что осталось от моего куста Этот кустик сейчас у нас прорежен Смотрите, насколько хорошо у него осталось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 веточек Он хорошо проветривается Никакая мучнистая роса ему теперь не грозит Таким образом, постоянно вырезая прошлогодние ветки И тем самым поддерживая куст всегда в молодом состоянии Мы просто не даем возможности вредителям начать здесь жить и развиваться И также болезням Эти ветки на следующий год окрепнут На них будут ягоды А молодая поросль пойдет снизу И вот ту молодую поросль в следующем году После плодоношения этого куста я оставлю А вот эти ветки вырежу снова Дорогие друзья, у нас с вами прошел год после обрезки смородины И посмотрите, во что превратился за один год кустик Который мы с вами обрезали в прошлом году Но самое главное Посмотрите, какие крупнющие ягоды налитые И именно такие ягодки дают молодые веточки Те веточки, которые остались у нас в прошлом году Тут еще тоже одна веточка упала Но на ней ягодки уже соспевшие Мы сейчас их будем убирать Получилось так, что я в прошлом году Обрезала вместе с вами только этот куст смородины А посадила я два куста Они рядом растут И посадила я их в позапрошлом году вместе сразу же И разница, что состояние кустов, что ягод Теперь колоссальное Пойдемте, я покажу вам второй кустик Друзья, посмотрите, как выглядит второй куст смородины Ягод по количеству, конечно же, больше, чем на том кусту Но и есть, и собирать этот урожай на том кусту, конечно же, приятнее И сейчас давайте соберем урожай И я снова обрежу тот кустик Посмотрим, какие ветки на нем в этом году можно будет обрезать Ну вот, друзья, урожай мой собран С обоих кустов Причем с куста, который в прошлом году не был обрезан Я даже по весу чувствую, что ягод несколько больше Но гораздо приятнее было собирать вот эту ягоду Более крупную И времени у нас заняло буквально 5 минут Эту же ягоду в 6 рук мы собирали примерно минут 20 А может быть даже 30 Да, Вань, прям вообще мелочь, как горох горохом Неудобно, неприятно Обрезать Что, Вань? Надо вот ему готово обрезать, чтобы следующим Было крупным Ну да, надо тоже ее как-то вырезать Только смотри-ка, что на этом кусту даже прироста нету молодого Практически Потом-то быстро собрали на этом Да, на том 5 минут и всю ягоду собрали Вообще полная чашка, да? Чем крупнее, чем быстрее наберется Да Поэтому вот такой способ обрезки мне очень нравится И я сейчас этот куст смородины обрежу снова Давайте посмотрим, что я буду вырезать Вот эта ветка, она немножко надломилась И поэтому я ее, конечно, вырезаю полностью Нового прироста прям от корня у меня здесь практически нет И поэтому, например, вот эту ветку я обрежу вот здесь И на ней 4 молодых побега Так я обрежу каждую следующую веточку Так То есть ветки второго года На которых мы собрали урожай Я вырезаю Смотрите, вот ветка Вот эта серая ее часть, более темная Это прошлогодний прирост А светлый, светло-бежевый, даже слегка зеленоватый, гладенький такой Это нынешний прирост И я вот эту веточку оставляю А здесь обрезаю Так Осталось совсем немного Здесь то же самое И вот эта последняя ветка Она даже немножко скрутилась Вот так как-то странно На ней есть сильная ветка Прирост текущего года Я вот сильную ветку оставляю А то, что такое маленькое, слабенькое Я обрезаю Смотрите, друзья, сколько веток я обрезала Они не старые, они молодые Они всего лишь двухлетний у них возраст А здесь вот такой кустик у меня получился Он опять разрежен Он хорошо все проветривается Хорошо освещается солнцем И на следующий год вот на этих веточках, которые нынешнего прироста Которые мы оставили На них будут опять крупные вкусные ягоды И сейчас я обрезаю сразу же после плодоношения Потому что лето еще у нас в самом разгаре Этот куст успеет нарасти Ветки вырастут подлиннее, побольше И поэтому в следующем году куст опять будет такой большой и более мощный Друзья, этот способ обрезки не единственно верный Можно использовать и другие способы Например, вырезать все ветки только лишь те, которые старше 4 лет А до 4-х летнего возраста ветки оставлять и на них будет плодоношение Но такой способ обрезки, вырезки смородины мне действительно нравится Он очень похож на малину То есть ветка отплодоносила, мы ее срезали На следующий год ветка, которая наросла, отплодоносила, мы ее срезали полностью Пробуйте разные способы, смотрите, наблюдайте, сравнивайте И я желаю вам хорошего урожая Продолжение следует...